Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Игорь Калина, тренер по джиу-джитсу. Игорь, здравствуйте! Добрый день! Ну, во-первых, с наступившим вас Новым Годом! Спасибо, вас тоже! Ну и поговорим, наверное, о том, что вот Новый Год наступил, да? Ну, в принципе, вот 2014-й был не такой уж плохой, скажем так, да? Вот в плане спорта, в плане джиу-джитсу, вот что было такого значимого, может быть, просто запоминающегося в жизни вашей и ваших подопечных, конечно же? Ну, неплохой был Год, действительно, он был разный, наверное, для всех в плане спорта. Он, конечно, был неплохим. Мы Олимпиаду выиграли, да, такое знаменательное событие. Ну, как бы, там, вот я и дети мои, они не олимпийским видом спорта, хотя я не делю спорт на олимпийский, не олимпийский. Но и у нас год прошел более чем неплохо. Если особенно учесть, что мы, как бы, некоторые направления недавно развиваем, то мы определенных результатов достигли. Ну, вот как вы, например? Ну, из последнего, значит, мы командой, ну, такой женской, девчачьей командой выезжали совсем недавно на чемпионат мира. В Москве проходил по грепплингу Фила, ну, это, грепплинг, он похож на джиу-джитсу, это, как бы, из джиу-джитсу и пришел. И вот там очень успешно, у нас две чемпионки мира, две девушки, ну, это моя дочь Альбина, Оля Гунина, ученица моя. И три серебряных у нас медали, четыре серебряных у нас, мы брали еще маленькую девочку, такая у меня есть Валерия Фокина, малышка. Но очень, конечно, перспективная она спортсменка, она очень там успешно выступила, очень, будучи маленькой, там, 42 килограмма у нее категория, значит, таких девочек не нашлось. И нам разрешили выставить ее в категорию 50 килограмм, да, представьте, вот она там дважды заняла второе место, во втором финале, там, грубо ошибся судья, она выиграла бы, стала бы чемпионкой мира, там, расстроилась ее, весь зал утешал, там, подходил. Потому что, конечно, она там такой эффект-то произвела, очень она борется, но она борется в манере бразильского джоу-джица, в чистом виде. И когда люди это видят, это необычно, очень интересно, конечно, там, ей были очень довольны. Ну, и выиграет еще, у нее все впереди, ей 12 лет. Ну, я считаю, это серьезное такое достижение, потому что гребник Фила, он такой, как бы, не очень простой, правила там, может быть, не всегда там нас вот устраивают. И он очень развит вообще в нашей вот сейчас стране, очень сильная конкуренция. И, конечно, я считаю, ну, двух чемпионок мира, как бы, это неплохо. Вот, потом у меня вот девочки, опять же, мои, уж я с девочками закончу, выиграли несколько турниров наших всероссийских. Вот в Москве по бразильскому джоу-джитсу в чистом виде. Причем отметить можно, что они у меня девочки, вот одной там 17, другой 16, они выступали по взрослым, по женщинам. Весовая категория там одна 60 килограмм, они у меня все 50 с небольшим. И вот у меня дочь дважды выигрывала турниры, и вот Оля второе место заняла на последнем. То есть, очень тоже неплохо. Мальчишки мои очень неплохо в этом году выступали. Вот у меня есть такой Дима Гунин, вот у меня семейные, как бы, подряды, да, вот у меня Фокина, Марка, Валерия, Гунина, Ольга и Дмитрий. Вот он, я посчитал, последний выиграл 6 турниров подряд. Причем последние 2 турнира очень сильный, там, уровень детей был. Ну, я вот так сравнивал, ну, ему 10 лет, там, с детьми, 12-летними, кто вот на чемпионате мира выступал. Я считаю, вот его, может, в 10 лет уводить, он бы там успешно. То есть, мальчик молодец, хорошо тренировался, там. Ну, и отец, конечно, спасибо, ему там активно занимается. И там, и там, вот семьи-то, видите, они как там все семейные. Дома тренируются, наверное. Ну, я иногда даю задания, и, да, самое главное, не перетренировать, чтобы не было излишнее. Потом у меня есть такой ученик, Костя Мазалев, он сейчас дебютирует в ММА у нас. Это сейчас популярность международного наборства. Ну, любительская версия, юноши, там, 16-17 лет. И тоже успешно выступает он, 6-0 у него рейтинг, то есть, он пока без поражения идет. Все он практически досрочно продают. У него был крупный здесь турнир в Москве, там, сложнейший был бой, конечно, это там было что-то там. Он попал там на оппонента просто какого-то, вот, я не знаю, в книгу, наверное, рекордов Гиннеса, там, человека, там, он его и душил, и там, ломал ему руки, и там, и то, что было что-то, причем все 5 минут. Вот, он это делал, там, за 15 секунд, он его, наконец-то, задушил, человек не реагировал никак. Вот, я очень редко подобные вещи вижу. Огромный опыт получил он, и тоже, как бы, это серьезный такой, я считаю, результат для мальчика, молодец. Ну, и много еще, там, я, такие мелкие турниры, я не считаю, в общем, очень неплохо. В общем, год прошел на ура. Да, но у нас еще знаменательное, ну, мы, как бы, так вот уж не... Ну, поскромнее стараемся, мы анализируем, там, и победу, и поражение, нужен анализ, чтобы дальше идти. У нас важное еще событие состоялось, мы команду поменяли, ну, вот у меня на майке даже нарисовано, чекмат называется команда, видите, тут шахматная фигура такая, да, шахмат переводится. Это команда одного из гениев бразильского джурджица, только Лео Виера, ее руководитель, он вот был в Москве, приедет в феврале опять, и мы теперь вот в составе этой команды уже, она такая всемирно признанная, как бы в Россию будем ее продвигать. Ну, мы на уровне детей, но они к детям относятся очень положительно, им нравятся, наши дети, нам вообще очень нравятся. Сколько лет вы, кстати, уже занимаетесь этим? Ну, бразильским джурджицу я недолго занимаюсь, ну, грубо там, года три, может быть, вот, но вот чем я больше занимаюсь, тем я понимаю, что я буду им заниматься, хотя я и другие вещи, я вот сейчас с ММА мы столкнулись, я сейчас боксом занимаюсь примерно столько же, да, в свои годы уже, как бы мне, наверное, поздновато, вот, столько же, сколько, ну, это мне нужно для, я не могу там человека учить, если я через себя не пропустил. Ну, в основе, конечно, БЖЖ, да, ну, и детки, конечно, вот, дети, они очень, БЖЖ для них это, это все, вот, для некоторых у них там глазенки-то горят, да. Ну, и, конечно, Игорь, вот, хочется спросить о планах на вот 2015 год. Много планов, я надеюсь, что они все сбудутся, значит, как это ни странно, вот мы говорим о спорте, об изучении, значит, джурджицу, но все опирается в деньги. Вот, ну, например, у меня есть такой план, скажем так, я свою дочь, она у меня сейчас очень, ну, резко пошла в гору, я хочу ее отправить на чемпионат мира по бразильскому джурджицу. По белым поясам, это, как бы, значит, он происходит каждый год в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И вот у меня два, значит, момента. Я должен, во-первых, ее подготовить, чтобы туда не приехать и в первом круге там не улететь, вот, и найти где-то средства финансовые, потому что я понимаю, что, конечно, это очень серьезные средства. Потом вот у меня, я упоминал, вот, Фокина у меня, Марка и Валерия, они, вот мы, кстати, забыли вначале сказать, они у меня же в Германии, ну, вы делали отдельный сюжет, я помню, к нам приходил ваш корреспондент, в городе Дортмунд выиграли, и еще мальчик там Егор Асташов выиграли. У меня пояса Нага такие, ну, там уж пояса, как и UFC, наверное, там все обзавидовались. А в Абудаби, это арабские эмиралы, да, там проводится тоже чемпионат мира, там есть дети в этой федерации Абудаби, вот, мы хотим их туда послать, Валерию и Марку. Я так и надеюсь, что они успешны. Это тоже финансово, естественно, и, конечно, я их должен подготовить. Вот, достаточно много у меня соревнований, мы вот сейчас хотим активно применять действия грепплинга EDC-C, такая самая, вот, серьезная версия грепплинга, профессиональная, там выступают дети, и мы сейчас активно хотим сотрудничать с федерацией EDC-C, вот, у нас в феврале первое крупное соревнование, занимаемся много, ну, и вот мальчик у меня в ММА. Поэтому планов очень много, хотелось бы, конечно, да, их реализовать. Ну что ж, Игорь, желаю вам, чтобы все обязательно сбылось, все реализовалось, достижение вам, побед, и, конечно же, с Новым годом. И вас также, и всех, кто нас смотрит, хотелось бы пожелать здоровья, счастья, удачи в наступившем году. Спасибо вам огромное, что пришли. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Игорь Калина, тренер по джиу-джитсу. Субтитры сделал DimaTorzok